МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем сейчас хроника происшествий в студии Роман Ярыгин. В первой части перехвата ДТП. Серьезная авария в 4-м часу утра произошла в центре города. На улице правобулачный форт Фокус протаранил Шевроле Лачете. Машина раскидала по разным сторонам дороги. Виновник ДТП, как только пришел в себя после шока, не стал отпираться и признался, что авария случилась из-за его невнимательности. Я вину не снимаю, я виноват. Согласно, не пострадал никто? Нет. Скоро не вызывали? Нет. Смысл отпираться водителю не было никакого. Несмотря на ранний час, у ДТП оказалось множество очевидцев. Автомобилисты стояли по улице правобулачной и дожидались зеленого сигнала светофора, когда мимо них, не снижая скорости, попытался проскочить перекресток, парень на Лачете. Да я не заметил просто нафиг. Не обратите внимание? Да я ехал, можно сказать, с другого города. Время-то, что-то 3 часа ночи уже, такое, ну, как сказать, сонное состояние. Молодой человек возвращался после командировки из Арска. Дорога была утомительной и поскорее хотелось добраться до дома. Парень слишком торопился, чтобы не уснуть за рулем. В какой-то момент он перестал следить за проезжей частью и не обратил внимания, что для него горит красный свет. Как только оказался на перекрестке, в правый бок «Шевроле» врезался в форт. Спиртное, нём-то, да? Ну, нет, конечно. Мне как-то право дороже, у меня связано с работой, ну, с машиной, за рулем я езжу. Зачем я буду пить? Парень и в самом деле был абсолютно трезв. Говорит, никогда не пьёт за рулем. И без этого в его жизни случается много неприятностей. Лишь за последний год он попадает уже в третью аварию. По словам молодого человека, после последнего ДТП восстанавливать автомобиль он не будет. Ещё одна авария произошла на улице Декабристов. Солкнулись Джилли и грузовая «Газель». Молодой человек, управлявший грузовичком, признался, что ДТП произошло из-за его невнимательности. Он якобы перепутал первую передачу с задней. Правда, его рассказ звучит не очень убедительно. По словам очевидцев, до аварии между автомобилистами случился конфликт на дороге. Поэтому не исключено, что водитель «Газели» протаранил легковушку задним ходом намеренно, чтобы отомстить за хамское поведение. Интересный момент. После столкновения участники ДТП нашли общий язык и писать заявление в полицию друг на друга не стали. Очередная авария произошла на одном из самых аварийных перекрёстков города. Вечером на пересечении улиц Волгоградской и Короленко столкнулись «Лада» 15-й модели и «Део Некси». Хотя удар оказался сильным, люди в аварии не пострадали. Что только не делали специалисты, чтобы снизить аварийность на этом участке дороги. Отрегулировали светофор так, чтобы переключался он на зелёный свет со значительным замедлением. Поставили знак «Стоп», чтобы при повороте автомобилисты были обязаны останавливаться на середине перекрёстка и снова дожидаться отдельного разрешающего сигнала. Но всё впустую. Многие водители продолжают нарушать, несмотря ни на что. Из-за кого на этот раз произошла авария, ещё предстоит выяснить. Никто из участников ДТП свою вину не признаёт. Моей вины здесь, я так думаю, никакой нет. Я ехал с пассажирами, у меня люди. Водитель «Лады» после трудовой смены решил развести по домам коллег по работе. Но на первом же перекрёстке ему на перерез выскочила «Део Некси». Причём появился автомобиль настолько неожиданно, что мужчина не успел даже нажать на педаль тормоза. Он оттуда вот развернулся, он должен был меня пропустить сначала, а потом продолжить манёвр. А тут он сразу, вот я первый пролетела машина, он и вот столкновение прямо вот здесь вот перед мордой мне вылез. Второй водитель признавать свою вину не торопился. Говорит, ехал по правилам при повороте налево, остановился у знака «Стоп», дождался разрешающего сигнала светофора. И лишь после этого продолжил манёвр. Свет какой для вас горел? Зелёный. Для вас и горел зелёный? Да. А эту машину вы не видели? Нет, не видел. А по какой причине? Скорость была у неё большая, что ли? Наверное. Или вы не смотрели? Почему? Бередо мной машина была, остановился, они остановились. Он поехал, я поехал. У меня горел зелёный там, даже хоть моргал бы, и то я остановился. А здесь у меня голим, вот зелёный свет горит. По идее он должен был меня пропустить сначала, а потом проехать. Если во время разбора аварии в ГАИ водители не согласятся с доводами следователя, обоим автомобилистам придётся искать правду в суде. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем. Подпольный цех по производству алкоголя обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в одном из частных домов в Лаишевском районе Татарстана. При обыске в коттедже полицейские изъяли сотни литров суррогатного алкоголя. Производство фальшивого алкоголя в своём доме организовал 57-летний житель республики. В его коттедже располагался как сам цех, где спиртосодержащую жидкость разбавляли до нужной концентрации обычной водой из-под крана и разливали по бутылкам, а также склад готовой продукции. В ходе обыска полицейские обнаружили несколько десятков ящиков суррогатного алкоголя, уже разлитого по бутылкам, а также пятилитровые канистры со спиртосодержащей жидкостью. Всего было изъято более полутора тысяч литров контрафакта. Чтобы вывести всё это из дома злоумышленника, полицейским пришлось нанимать грузовик. Кроме этого, полицейские обнаружили большое количество пустой тары и крышек для бутылок. Весь производимый в подпольном цехе суррогат продавался под видом алкогольных напитков известных брендов. Не исключено, что, кроме всего прочего, бутлегеру предъявят претензии владельца торговых марок, которые он незаконно использовал. По результатам проведённой экспертизы, алкогольная продукция признана непригодной для употребления и не соответствующей требованию безопасности. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Теперь хозяину подпольного цеха грозит не только крупный штраф до полумиллиона рублей, но и лишение свободы на срок до двух лет. Разыскивается Сагитов Айрат Идрисович, 1974 года рождения, который 28 августа этого года ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Его приметы на вид 40-45 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, седые. Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, просьба звонить по телефону, указанному на экране. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами и такого не случилось. Моя часть выпуска на этом завершена. Я прощаюсь до завтра. А далее Алексей Кулешов. Тема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова